Дорогие мои, привет! Сегодня третий урок нашего мини-курса «Мама полная сил и энергии». Спасибо вам огромное за ваши комментарии под предыдущими уроками. Я вижу, что вы начали делать хронометраж, я вижу, что многие нашли своих пожирателей и удивились, как много времени на самом деле раньше они на это тратили. Я рада, что распорядок дня начинает для вас работать. Да, он не будет работать идеально с первого дня, вам надо будет что-то перестраивать, что-то переставлять местами, но вы уже стали более осознанными благодаря тому, что поняли, на что уходит ваше время, какие есть приоритеты в вашем дне и как ваши дела распределить по дню так, чтобы осталось время на себя. И помним, самое главное, это во-первых, мы планируем заботу о себе, а потом все остальное, и когда приходит время о себе заботиться, мы все откладываем и наполняем себя. Потому что я знаю, что если я наполню себя, мне будет что отдавать моим близким. Дорогие мои, если вы выполните задания, о которых я говорю в этом мини-курсе, вы создадите для себя настоящую систему, которая будет поддерживать ваш ресурс ежедневно. Представьте, что вы просыпаетесь утром и вы рады новому дню, вы рады тому, что звонит будильник и что день начинается. У вас есть время для себя с утра. Когда встает ваша семья, вы не мрачное привидение, которое хочет выпить только кофе, а вы мама, которая готова заботиться о детях, любить мужа, заниматься домашними делами. При этом вы знаете, когда что в вашем дне будет происходить, вы знаете, когда у вас будут остановки, вы знаете, что у вас будет время на отдых, время на восстановление сил, а все потому, что вы осознанно приняли решение себя наполнять. Я верю, что все это будет для вас правдой очень-очень скоро. Сегодня давайте поговорим о том, как заботиться о себе гармонично. Если посмотреть на наш источник сил, то мне кажется, что он состоит из четырех сосудов, которые называются тело, душа, сердце и разум. Для того, чтобы наполнить себя и быть гармоничной и энергичной мамой, нам нужно заботиться о нашем здоровье и о нашей красоте. Нам надо заботиться о нашей душе и духовной жизни. Нам нужно заботиться о нашем разуме, о нашем саморазвитии, о том, чтобы учиться и самореализовываться. И нам нужно заботиться о нашей эмоциональной жизни, о нашем сердце, об общении с людьми. И для того, чтобы дать вам идеи, как же вы можете о себе позаботиться, к этому уроку я прилагаю ментальную карту, в которой я показываю, какие есть способы, самые простые, самые действенные заботы о себе, заботы о каждом из четырех источника сил. Но если вы даже посмотрите на эту карту, я думаю, что вы со мной согласитесь, что есть один сосуд нашего источника сил, который основополагающий, который самый критичный. И я верю, что это наше здоровье, потому что, если мы больны, если у нас нет сил подняться, если наш организм не работает так, как нужно, мы, к сожалению, не можем ни о нашем разуме позаботиться, ни о нашей душе, ни о нашей эмоциональной жизни и, конечно же, мы не можем позаботиться о наших близких, о наших детях. Поэтому помните, что здоровье – это ресурс, главный ресурс для нас с вами. И сейчас я вам расскажу о самых простых, бесплатных абсолютно решениях, которые помогут вам чувствовать себя лучше уже завтра, если вы начнете сегодня это делать. Вот эти решения – это здоровый сон, это чистая вода, это здоровое питание, это движение и упражнения, и это здоровая эмоциональная жизнь. Все, о чем я буду говорить, это моя личная практика, это опыт моих студентов, поэтому это гарантированно будет работать и для вас. Самая первая забота о себе, в которой нуждается каждая мама по моему 10-летнему опыту – это необходимость нормально спать ночью. Я знаю, что у многих из вас есть младенцы, есть маленькие дети, которые вроде бы не дают спать ночью. Но, поверьте, вы можете высыпаться, и вот как, дорогие мамы младенцев, если вам не дают спать ночью, то выход для вас – это спать, либо лежать и отдыхать всегда, когда это делает ваш маленький ребенок. То есть, даже если ребенок заснул днем или утром или вечером, вы не бежите делать домашние дела, вы не бежите готовить котлеты, мыть полы и стирать белье. Нет, вы отдыхаете вместе с ребенком. Если вы не спите нормально по ночам, то главный ваш шанс выспаться, а сон – это залог того, что вы будете адекватны, в нормальном настроении, будет все нормально с вашим здоровьем, вы сможете нормально заботиться о ваших детях. Поэтому, главная заповедь для вас – спать всегда, когда спит ребенок, пока вы не думаете о домашних делах, когда вы будете все успевать, вы думаете о том, что мне нужно отдыхать всегда, когда отдыхает мой ребенок. Для мам детей постарше заповедь такая и сразу же руководство к действию. Вам нужно ложиться спать пораньше, во сколько пораньше – это вам решать. Но моя общая рекомендация, вот от того времени, во сколько вы ложитесь спать обычно – ложитесь на час раньше и вставайте на час раньше. Вечерние дела, которые вы обычно по вечерам делали, лучше перенести на утро. Тогда вы захватите самые полезные, самые актуальные часы сна и для вас, и сна ребенка. Потому, что дети хорошо спят 2 часа до 12, 2 часа после 12. Потом они могут крутиться, могут лезть в зубы, они могут плохо спать. А вы только спать легли, поэтому вы, дорогие, не высыпаетесь. Дорогие мои, нет смысла делать себе маникюр, ездить в отпуска, читать умные книги, ходить на тренинги. Вы не сможете наполнить свой источник сил, если вы не спите. Поэтому, во-первых, начинайте, дорогие мои, спать. Если ваш ребенок совсем маленький, вы спите всегда, когда спит он. И второе – вы начинаете ложиться на час раньше и вставать на час раньше. Если вы сильно переутомлены, можете просто ложиться на час раньше и отдыхать. Вы не поверите, насколько вы почувствуете себя лучше. Второе очень простое решение – это питье чистой воды. К сожалению, большинство из всех присутствующих на этом курсе не пьет достаточное количество жидкости. Вода необходима нашему организму. И она необходима именно в виде H2O, в виде химически чистой воды. Это не Кока-Кола, это не чай, это не компот, это не сок. Это именно вода. Сразу вам рекомендация, если вы чувствуете, что у вас плохое настроение, вас что-то раздражает. Первым делом выпейте стакан воды. Вы почувствуете себя лучше гарантированно. Для того, чтобы начать пить необходимое количество воды в день, я даю вам несколько подсказок. Во-первых, выпивайте 1 стакан воды комнатной температуры, или может быть чуть-чуть тепленькой. Зимой можно добавлять немножко кипяченой воды, как только вы проснулись утром, либо ставьте бутылочку возле своей постели, то есть вы проснулись и сразу попили воды. Это поможет вам проснуться, это поможет вашему организму чувствовать себя лучше. И это будет хорошая привычка, с которой вы начнете пить воду. И вторая хорошая привычка, это каждый раз после похода в туалет вы выпиваете стакан воды. То есть, по сути, вы сходили в туалет, отдали и вы выпили воды, вы пополнили ресурсы. Первое, что вы заметите, это улучшится ваше настроение, улучшится ваша кожа, улучшится ваше пищеварение, у вас появится больше энергии. А для того, чтобы все это получить, нужна просто чистая вода, дорогие мои. Это так просто! Следующая простая рекомендация – это движение и дыхание. Нам кажется, что мы очень много движемся по дому, выполняя домашние дела, поднимая и опуская детей, но на самом деле это не то движение, которое нужно нашему телу. Замечательно было бы, чтобы вы делали, например, зарядку по утрам. Но самое сильное, как по мне, это возможность просто выйти на улицу и быстро пройтись. 15-20 минут ходьбы в день – это прекрасное упражнение, которое будет укреплять все ваше тело, которое будет помогать вам дышать и наполнять кровь кислородом. И поверьте, эта прогулка в одиночестве будет очень хорошо прочищать вам разум и давать вам возможность отдохнуть. Я верю, что любая занятая мама может найти 15 минут в день, когда она одна может выйти и быстро пройтись по свежему воздуху. Следующий важный момент – это еда, наше питание. Мы очень часто чувствуем себя плохо и плохое настроение, нам не нравится состояние нашего тела, пониженная энергетика из-за того, что мы неправильно питаемся. У нас нет сил, потому что наш организм вынужден очищаться от тех ненужных вещей, которые мы в себя запихиваем. Я не буду сейчас вдаваться в детали правильного питания. Я хочу сказать вам, что начать менять ваше питание и начать чувствовать себя лучше благодаря этому можно очень просто. Добавьте один прием пищи в день, когда вы будете кушать свежие овощи, либо свежие фрукты. То есть, добавьте что-то полезное в ваш день. Например, самый простой способ сделать это – это пить зеленый утренний коктейль. Когда вы берете фрукты, берете зелень, берете воду, мед, смешиваете все это в блендере и получается вкусный, полезный напиток, который, в принципе, легко выпить вам и даже с удовольствием дети его пьют. Это, кстати, то, с чего я начинала свое здоровое питание и большинство моих учениц тоже делают это и на самом деле это очень классно работает. Просто попробуйте в течение месяца по утрам пить зеленый коктейль. И самое последнее – нам нужно помнить о наших эмоциях. Если мы хотим быть здоровыми, если мы хотим быть физически наполненными, нам нужно помнить о том, что наши эмоции очень сильно влияют и на наше физическое состояние. Я хочу дать вам очень действенную подсказку. Для того, чтобы ваши эмоции были здоровыми, очень важно понимать, что вы чувствуете, что с вами происходит. Мы очень часто не хотим чувствовать негативные эмоции, мы от них отворачиваемся, мы от них убегаем. Мы хотим только радоваться, хотим только, чтобы мы были спокойны, чтобы ничего плохого не происходило. Но дело в том, что наша жизнь так устроена, наша психика так устроена, что время от времени мы испытываем негативные эмоции и отворачиваться, прятаться от них нельзя. Тогда вы ставите под угрозу ваше психическое и физическое здоровье. Поэтому хорошая идея сохранять свои эмоции здоровыми – это задавать себе вопрос «Что я сейчас чувствую? Если что-то не так со мной происходит, а что я чувствую? Как это чувство называется? Это грусть? Это гнев? Это одиночество? Это боль? Что это? Что я чувствую?» Поэтому в следующий раз, когда вы почувствуете, что на вас что-то такое неприятное наваливается, остановитесь на один момент и подумайте «Что я чувствую?» и побудьте немного в этом чувстве. Если вы это сделаете, вам будет гораздо проще отпустить эту эмоцию, либо быть более осознанным «Да, я сейчас гневаюсь, да, я сейчас злюсь, но я принимаю решение не ссориться с детьми, не ссориться с мужем, а, например, пойти успокоиться». Поэтому просто внимание к вашим эмоциям поможет вам сделать вашу эмоциональную жизнь более здоровой. Итак, дорогие мои, начинаем спать нормально, начинаем пить воду, добавляем один прием свежих овощей и фруктов в день, добавляем прогулку 15-20 минут в день по свежему воздуху и спрашиваем себя «Что я чувствую, когда что-то непонятное с вами происходит?». Это самые первые шаги, которые помогут вам улучшить здоровье буквально за первую неделю, если вы будете делать это регулярно. А для того, чтобы вам было легче встроить ваши привычки в жизнь, я даю вам вот такой вот чек-лист для отслеживания ваших привычек. В этот лист запишите, пожалуйста, опираясь на ту схему, которую я вам даю, опираясь на мой урок, те привычки для поддержания здоровья, которые вам необходимы. Вы записываете название привычки, а потом каждый день, если вы это сделали, вы ставите себе галочку, вы ставите крестик, что я это сделала. Тогда вы будете более осознанными, вы будете напоминать себе о том, что вот да, я решила пить воду, сегодня забыла. Окей, что я могу сделать для того, чтобы завтра не забыть об этом? Этот чек-лист поможет вам отслеживать ваш прогресс. И еще тоже одна маленькая рекомендация. Когда мы начинаем делать какие-то новые вещи, например, гулять по 15 минут в одиночестве. Если раньше вы этого не делали, то у вас будет тенденция просто забывать об этом. Поэтому берете ваш смартфон и устанавливаете ряд будильников, которые работают каждый день недели в определенное время. И ваш телефон будет сигнализировать вам, пора на прогулку, или сделать упражнение, или выпить воду. Вот эти вот напоминания помогут вам не сдаваться, помогут вам на самом деле быть настойчивыми в приобретении полезных привычек. Дорогие мои, мы уже с вами поняли, насколько забота о себе критично важна для вас. Если вы себя наполняете, о себе заботитесь, вы можете позаботиться о вашей семье. Мы уже поняли, что мы в нашем дне контролируем гораздо больше всего и мы можем организовать наш день так, чтобы запланировать встроить туда заботу о себе. Вы начали уже это делать. И сегодня вы поняли, как много хороших, простых, бесплатных, легких идей есть для того, чтобы начать о себе заботиться. В комментариях к этому видео, пожалуйста, напишите, какие привычки для укрепления здоровья вы хотите начать встраивать буквально завтра. Что будет для вас самое актуальное, что придаст вам больше всего энергии? Если вы напишите этот комментарий, это будет публичное обязательство и вам будет легче потом придерживаться этого решения. Мы много с вами уже успели, но на самом деле это только верхушка айсберга. Завтрашний урок очень важен, потому что я покажу вам весь алгоритм, который вам нужно выстроить, чтобы наполнять себя регулярно и гармонично. Будет тоже очень важный лист, поэтому не пропускайте завтрашний урок. Выполняйте сегодняшнее задание и жду вас завтра. Пока! В правом нижнем углу экрана вы видите ссылку, вам следует на нее нажать. Когда вы кликните по этой ссылке, вы попадете на мой сайт, чтобы подписаться. Кликайте прямо сейчас по этой ссылке и подписывайтесь. Кликайте, кликайте, я жду, очень хочется поделиться с вами этой информацией. Если вы кликните по этой ссылке, вы получите абсолютно бесплатный доступ к ценному подарку, поэтому кликайте по красной кнопке и до встречи!